Всем привет! Время 4.30 утра и мы собираемся на рыбалку. Вот такие вот мы сумасшедшие люди. Нам неинтересно рыбачить возле объема всего 5 километров от нас, поэтому мы поедем за 250 километров от дома. Не скажем куда. В охоте за сазаном. Ну, хотя бы карася привезти. И то хорошо было бы. На улице холоде, на пары за рта идет. Хоть и лето у нас, но ночами холодно очень. В общем, мы выдвигаемся, потому что нам нужно проскочить весь город. До того, как проснутся белые люди поедут на работу, чтобы не простоять пробка. Так как мы живем за северным объездом, нам нужно на арбинскую трассу. Нам нужно проскочить весь город до пробок. В общем, надеемся, что вернемся с уловом. Едем, естественно, на весь день. Приедем поздно ночью. Ну, если рыбы не наловим, хотя бы в Караканский бур заедем. Грибов наберем. Правда, у нас их уже полно. Не знаю, куда девать, но лишним не будет. Все, выезжаем. Не скажешь, какое место поедем? Нет. Но 15 лет назад там была прекрасная рыбалка. Да? Да. Ой, чершни летают. Бабочки летают. Вот, конечно, с этим прудомом могло случиться уже что угодно за эти 15 лет. Мог зарасти, может, это платник, может быть, вообще не знаю, что угодно. Нет, он не зарался платник на мне. Мог максимум вымерзть. Выморозиться. Выморозиться. Ну, что рыбы там не будет. Ну, я точно на протоке поверю. Куча альтернативы есть. Так что все. Мы поехали. Добрались до Караканского бора. Остановились немножко размест походить. Время уже 7.30. Немножко еще осталось ехать. Большую часть пути проехали. Чтоб грибов не видать. Все вытоптано. Один мусор лежит. Все лучше, чем это. Приехали мы на это озеро, в общем. Добрались наконец-то. Вот, решили попробовать сначала. Забросили удочку просто на червя. Спиннинг с оской. Ну, что-то, что-то тишина. Так рыба вроде плюхается вокруг неплохо. Но что-то нам подсказывает, что большого улова здесь не будет. Такого, как 15 лет назад. Сети стоят, естественно. Куда без них. Скорее всего, рыбу всю повыбивали уже за эти годы. Вот. Если... Ну, сейчас посидим, я не знаю, с часок. Может, меньше даже. Если поклевок вообще не будет, поедем на протоке в другое место. Тут, конечно, хорошо сидеть. Жара поднимается. Озеро красивое. Камышики. Все прекрасно. Но без рыбки как-то скучно будет. Совсем. Ныряет. Видать, рыбку ловит. Охотится. Всем хочется кушать. Так, первая поклевка у нас. Наконец-то. Долгожданная. И кто это у нас? Это у нас карасик. Ну-ка, покажи. Карасика. Ну, неплохой такой. Подушечка. Короче, мы переехали на другой пруд. Тот все, мы так поняли, он обмелел совсем. И ловить там просто нечего. Посидели-посидели. С разных сторон поподъезжали. Забрасывали удочки. Ничего. Вот. Приехали на соседний пруд. Они тут все рядышком. Буквально там в километре двух друг от друга. И вот поймали первого карасика. Ну, хотя тоже очень долго ждали. Его не знаю. А? Не долго? Не долго? Ну, все равно. На червя? На удочку? На червя, да. Куда ты его делал? А, вот. А, вот. Ну, такой с ладошку. Карасик. Опа. Опа. Вот он. Хорошенький. Я люблю таких. Первая маленькая щучка у нас. Какая болезнька. Попалась на червячка. Да. Короче, мы уехали с того вообще озера со второго. Вообще с озер уехали. На озерах у нас что-то глухо. Ну, мы его пускали. Ну, да. Она маленькая. Конечно, зачем нужна? Плыви. Рубежка. Вот. На озерах совсем глухо. Как-то они все подзаросли, позатянулись. И мы переехали на протоку. А вот на протоке уже совсем другое дело. Веселее. И клюет. И рыба плещется прям повсюду. Видно хорошо. Тоже сети, конечно, встает. Но ничего страшного. Вот. Попробуем теперь здесь порыбачить. Вот, буквально приехали. Только закинули вот эту щучку сразу. Вытащили. Вот. Две удочки на червяка. Кукуруза. И спиннинг один. Соску закинули. И кормили. Все это дело. На соске у нас там что? Каша? Каша, кукуруза. Каша, кукуруза. Тоже. Все. Ну, теперь мы точно уже никуда не поедем, я думаю. Ой, рыбка плюхается. Прям передо мной. Мелочь. Точно никуда не поедем. Здесь посидим до вечера. Ну, часов до шести мы можем себе позволить посидеть. До семи даже, я бы сказала. Потом уже нужно выдвигаться домой, чтобы уж совсем ночью не приехать. Смотрите, какая прекрасная штука у нас есть. Подставка под удочки, чтобы не сперли. Она кованая на кузнице папой. Нам досталось наследство. Прекрасная штука, спасибо папе. Она вся разборная. То есть, каждый вот этот штыречек отдельно соединяется, накручивается, потом спокойно разбирается все это и укладывается в машину. Просто замечательно сидишь и рыбачишь. Все, теперь мы установили все свои удочки. Это подставка на четыре удочки рассчитана. Мы поставили три. Все на червяка. Плюс вот один спиннинг у нас с оской стоит. Поймали мы здесь пока одну маленькую щучку, которую отпустили. И карасика еще. Сидим мы здесь буквально минут 15, наверное. Две поклевки уже было за 15 минут. А с озера мы привезли только вот того одного карася, самого первого. Полный покой и умиротворение. Тишина. В общем, ситуация такая, очень забавная получилась у нас. На той протоке мы тоже ничего не поймали. Ну, после того, как я снимала вот одну эту щучку до карасика. Так все хорошо начиналось. В итоге полная тишина. Дальше была рыба плюхалась-плюхалась, ничего не ловилось. И все на этом закончилось. Сидели мы, сидели. И собрались. Думаем, что там делать. Поедем дальше. И у нас встал такой вопрос. Что мы находимся где-то посередине на Алтае. Нам почти 300 километров домой. Ну и почти 300 километров до родителей на юг Алтая. Где тоже очень хорошая рыбалка. Плюс баня. И все прочее к этому прилагающееся. Думали мы, думали. И свернули мы не домой. Приехали мы к родителям. Вот так вот нежданно-негаданно. Мы совсем не готовились. Без вещей. Не собираясь. Дома ничего толком не закрыто. Но вот так вот авантюрно мы, в общем, спонтанно оказались здесь. И теперь мы на вечерней рыбалке на юге Алтая. Ох, закат какой красивый. Солнце прям яркое. Красное, огненное, желтое, не знаю, оранжевое. Все цвета. Вообще шикарно. В общем, все. Поехали мы домой. Мыться в бане, есть. Отдыхать на долгой дороге. С рыбалкой нам в очередной раз не повезло. Рыба есть. Но не про нашу честь, видимо. Вот. Все, что мы поймали, мы сегодня выпустили. Потому что это мало. Ну, сейчас. Смотри, какая луна огромная. Угу. Обалдеть. Здорово. Попробуем. Мы здесь еще будем два дня. Попробуем приехать с утра. Возможно, с утра нам повезет больше. С раннего утра, чем сейчас. А пока, всем пока. Все. Больше сказать нечего. Всем привет. Сегодня второй день неудачной рыбалки продолжается. Пока еще. Мы продолжаем кататься по югу Алтая в поисках рыбы. Сейчас мы уже на горных речках. В разных омутках ловили пескарей немножко. Вот. Но будем дальше пробовать. Может быть, что-то посерьезнее нам попадется. Сейчас мы вам покажем супер-мега-крутую рыбалку. Только закинули удочку. Клюет. Уху. За хвост. За хвост. В смысле? Уху. Он хвостом ел червя? Нет. Просто зацепился. Другой вид наклевал, а этот самый попался. Так, ну мы забираем. Эта рыба пескарина очень вкусная. Как мойва. А, ну этот нормальный. Как мойва, да. Сейчас мы покажем супер больших. Пискарики. Так, закидываем удочку во муток. Вот она добыча! Йо-ху! Такого мы никогда не видели. Вот это рыбалка. Вот это я понимаю. Меньше пополка. Два раза. Пискари. Греются в маленьком омутке на горной речке. Топаем по речкам, переходим. Попробуем тут удочку закинуть. Жара, 35 градусов. Просто прекрасно вообще. Наслаждаемся. Такой жарищей, тишиной. Горные речки, рыбалка. Просто мечта. Но сегодня день вообще дикой природы. И косуля сегодня возле нас бегала. И цапли ходили, летали. И жабы, и утки дикие, и рыба. И чего мы только сегодня не видели. Пока ездили по речкам, по прудам. Как же я обожаю горные речки. Какая в них чистая вода. Так бы сидел здесь и сидел на берегу. Наслаждался шумом воды. Сколько малька в воде. Обалдеть просто. Вот он плавает. Там сейчас был концерт лягушачьего симфонического оркестра. Но что-то он заглох, видать, окончился. Не успела снять. Всем привет. У нас сегодня третий день неудачной рыбалки. Продолжаем. Последний, потому что завтра мы едем домой. Сидим ловим окуньков мелких. Ветер раздулся. Погода изменилась на Алтае. Все. Вчера была последняя жара. Сегодня уже прохладней. Всего лишь где-то плюс 25, наверное. Ветерок. Такая погода переносится лучше. Только рыба ловится хуже. Хотя она и вчера, и позавчера не ловилась. Вчера вечером мы наловили пескарей кучу. Бросили их в заморозку. Сегодня будем жарить. В принципе, они вкусные. Конечно, мелочь там. Такая где-то, наверное. Вот, опять приехали на пруд. Ловятся только маленькие окушки. И больше ничего. Думаем, сейчас чуть посидим. Поедем опять на тот пруд, где были вчера вечером. Доловим пескарей. Ну ладно, и нажарим несколько сковородок. И на этом наша рыбалка закончится на Алтае. Вот и подходит к концу наш третий день неудачной рыбалки. Вот, мы в итоге за три дня искатали почти полностью два района на юге Алтайского края. Смотрели все пруды, все озера. На черыше и на горном, и на среднем черыше порыбачили, где течение не такое большое. В общем, конечно, расстроились немного, огорчились. Удача нам так особо и не улыбнулась. Кроме как малюсеньких карасиков, окуней и пескарей. Только мы ничего так и не наловили. Вот. И мы тут повозмущались. Возмущения нашему нету предела насчет прудов и озер. Просто все перекрыто сетями. Это какой-то капец. Все пруды вообще, там даже те, которые уже практически высохли все, в этом году уже засуха на Алтайе. Очень многие пруды в лужи превратились. И даже там стоят все эти, что они там ловят. Я не знаю, процеживают полностью даже мелких окуней, карасей. Вот зачем это делать? Выбивать полностью всю рыбу. То есть с удочкой толком даже не порыбачишь. Сережка льет. Вот, видишь? Вот, так что мы приехали на вчерашний прудик маленький. Да, за пескариками. Но они вкусные. Что сейчас накидаем? У нас со вчера осталось. Морозилку мы кинули. Вот сегодня добавим и нажарим. Пару сковородочек, может даже больше. Потому что больше ловить вообще негде. В прямом, в переносном смысле слово ловить негде. Нечего и негде. Одни эти окуньки мелкие, нафиг они нужны. Больше ничего нет. Все сетями выбили. Вообще процедили все пруды. На одно озеро подъехали, оно большое, прям здоровое. Так же вот камышиками. Ну, камышами вокруг заросшее, что вроде как и карасик должен быть. Но там до такой степени все сетями утыкано, да, Сереж? То есть вдоль и поперек, как идет огромное озеро, и вот тычки, тычки, тычки с одной стороны, с другой, прям вдоль всего озера, вдоль берегов, посередине. Все перекрыто. Все перекрыто, да. Браконь едет по полной. Посидели там с удочкой, а что толку, ничего нету. Ну, а, один окунечек там какой-то с мизинец попался. Он, наверное, там один остался, кто не в сетях. И все. Что-то после чаю прошел. Да. Ну, процеживают вообще досконально. Какой-то кошмар. Не знаю, как вот местным рыбачить, но это обидно. Получается, ты тут всю жизнь жил, живешь, да, всю жизнь рыбачил на этих озерах, на прудах. Столько рыбы было, и карася, и окуня крупного, и всего на свете. И в итоге просто приезжают люди и полностью процеживают твои пруды, и ты потом такой с удочкой сидишь, и фиг тебе. У них же потом ходишь и покупаешь эту рыбу, потому что больше ее взять негде. Они ее тебе потом же и продают с твоего же пруда. Короче, вот такая ситуация. Плюс еще многие... А, один пруд мы подъехали, он вообще полностью высох. Там даже воды не видно было. То ли его спустили, то ли что с ним случилось, не знаю, короче. На карте он есть, прям здоровый пруд. Подъехали, одни берега остались. Все, ничего нет. Ну, и остальные, которые маленькие прудики, они, конечно, подвысохли очень сильно за это лето. Засуха, дождей нету. Вода вообще уходит. Не знаю, что это будет в следующем году. Если в этом году все лужи процедили, в следующем году, видать, вообще рыбы в озерах, на прудах не останется. На Алтае. Совсем беда будет. Вот. Будут люди приезжать, пискарей этих несчастных дергать и все. Вот переедем. И ходить рыбу покупать у браконьеров. Переедем, когда сюда. Вот как увидели с сетями, прям замотали в сеть и туда его. Будем мочить браконьеров будем. Сволочи, нашу рыбу воруют. Так хочется посидеть, просто приехать, посидеть с удочкой. Много ты там наловишь на эту удочку. Но, блин, мы же только для себя. Они же ее огромными партиями. Много, Наташа. Даже три года назад мы приезжали, мы спокойно за час, за два накидывали ведерко. За лето можно рыбу наловить, и в зиму наморозить, и накоптить, и насолить, и насушить. Каждому. Ну, каждый может приехать и наловить себе удовольствие. Да. В прошлом годов, позапрошлом. Ну, вообще последние годы приезжали. Спокойно карасиков наловишь, нажаришь. Вечером пару сковородочек. Все, красота. А тут все, все процедили. В общем, такие дела. Вот такая рыбалка неудачная. Ну, зато мы родителей навестили. Помогли с картошкой управиться. Вот так. Много всяких дел попеределали. Просто покатались. Сгорели. Я сгорела вообще конкретно. Плечи болят до сих пор. Такая жара была. Вот. Нагулялись, находились, насмотрелись пейзажей. Горных речек и прудиков, и гор, и все на свете. Вот. Просто отдохнули хорошо. Ну, вот единственный минус, да, с рыбалочкой. Тут проблема. Проблема. Само по себе. Три дня назад мы поехали на рыбалку. Ну да. Изначально-то мы выезжали на рыбалку. Прошло три дня. Ничего не получилось. Еще рыбу даже не попробовали. Ха-ха-ха. Да. Завтра выдвигаемся домой в сторону Новосибирска. Вот. Сейчас посидим, подергаем пескарика. Тоже неплохо. Хоть какое-то удовольствие осталось. Пескарик-то ловится. Клеет хорошо. Чего бы ему не ловиться. Опа. Надо было тюлю маму взять. А, тюлью. Пескарик. Мы уже не водили домой поехали. Ага. Оп. Клеет, клеет. Ну-ка. Чего, ничего нету. Сорвалась. Ушла добыча. Пескарик хитрый и очень умный. Мудрая рыба. Поймать тяжело. Да. Это вам не караси-то порываю. Ха-ха-ха. Вот. Эх, нет, рано. Еще раз. Сейчас мы его вытащим. Ну, сразу забрасываешь, сразу клеет. Моментально. Опа. Вот он. Вот он. Ох ты, оторвался. Где он? Лови беглеца. Сюда. Ловись пискать. Большой и огромный. Ну, вчера мы, когда приехали, сначала начали ловиться мелкие совсем, а потом уже под вечер прям такие покрупнее ушла добыча. Уже когда потом, ну, сумерки подстемнело. Крупный такой довольно пискарик подошел. Жирненький. Сейчас опять пока мелочевка ловится. Не знаю, подойдет, нет. Побольше пискарик. Посидим с часок, наверное. Ну, конечно, надо будет перебрать футовку по воде. Ну, он сразу забрасываешь, сразу клюет. Только его еще подсечь надо. Непростое дело пискарик ловить. Замучиваешься удочку туда-сюда тягать. Просто так. Если каждый раз будешь дергать. Надо дождаться. до правильного момента. Ну, что ты там замолчал? Да ничего, он не стесняется. Он лупит. Почему зря? Есть. Когда увеличиваешь, кажется, такая большая рыбина прям у нас поймалась. Вон. Пискарик. Все детство таких ловили. Мы когда вчера приехали тут за пискарями первый раз рыбачить на этот пруд, вечером уже как бы смеркалось. Довольно темно. Мы тут чуть кирпичей не наложили. От страха. Подошли, короче, к камышам. Такой плеск был. Какой-то плюх. Что-то грохнулось в воду. Поворачиваем голову. А там вот это вот лежит. Я сначала даже не поняла, что это коряга. Думаю, ё-моё. Откуда крокодилы? Появились. И причем это прямо вот под этой корягой. Такой плеск был. Было такое ощущение, что это реально. Какий-то крокодил всплыл и плескается. Потом, слава богу, оказалось, что это всего лишь птица. Утка дикая, большая какая-то. Она вылетела вон из камышей. Она тут бегала-бегала по воде. Нас пугала. Все камыши трясутся. Ничего понять не можем. То ли андатра, то ли кто здесь живет. Вот. Так что напугала нас эта коряга вчера основательно. Реально похоже на крокодила. Вон, типа, голова торчит. Глаза. Из воды. Капец. Ребята, случилось историческое событие. Мы поймали карася. Ай. Иди сюда. Сюда иди. Где ты? Где ты? Где ты? Вот. Вот он. Вот он карась. Причем такой нормальный. Прям на жареху самото. Надо было видеть Сережины глаза, когда он вместо пескаря вытащил карася. Мы даже не думали, что они тут есть. Тут одни пескари. Вчера-то тут сидели. Вообще даже намека не было на карасей. Так что мы, пожалуй, посидим еще. Интерес появился. Только выключила камеру, ребята, еще один карась. Ты посмотри, большой. Ну, нормальный как бы это. Ё-моё. Так тут караси есть. Какого фига? Мы катаемся. Вокруг. Да, около. Вот это да. Вот это да. Вот это карась. Карась, иди сюда. Иди сюда, карась. Так, это тот же, или тот же, не знаю уже. Эх, пескарик. Слушай, ну да, и тут уже побольше подошли. Ого. Ну, конечно, по сравнению с теми. И все равно, после таких карасей, пескарей, это теперь разочарование. Когда уже знаешь, что здесь карасики такие водятся. Вот, пескарики, уже так себе, конечно. Так что сидим теперь в ожидании карасей. Сейчас опять приедем домой ночью. Кто машины будет собирать, когда в баню идти. Не знаю. Там мама поделась, тот и кашу. Не знаю. Так, все, одеваем жирных червей. Да. Все, ждем карасе. Давайте, карасики, мы вас ждем. Хотим еще, нам понравилось. Тут уж не до сазанов, конечно. Три дня назад мы выехали из дома за сазанами. Теперь мы и карасям рады. За сазанами магазин, а это точно. Вот он, красавец. Вот он, тащи его, тащи, тащи, тащи. Ага, ребята, еще один карась. Крупный, хороший. Ну, вообще, ждали мы тебя долго. Через пять пескарей примерно. Пискарь. Это пескарь. Но, видать, прям крючок дергает. червя на леску загоняет. Червя на леску загоняет, но... Пискарик. Нет, пескать. Сараза такая мелкая. Мелкая, точно. Пискарь. Ой-ой-ой. Пал. В общем, ребята, улов такой, что на 50 пескарей один касать. Один карась. Но это, я думаю, везде так пескарей они такие. Не дают порыбачить. Нормально. Вот. Но карасиков чуть-чуть все равно поднакидали. Уже приятно. Хорошо. Даже уезжать тебе не хочется. Ну, почему это случилось только на третий-то день, да под вечер, да ё-моё. Как так-то? Обидно завтра уже уезжать. Да если бы мы знали, что здесь карасей можно половить. Мы бы тут все три дня просидели. Есть. Вот. Пискарюка. Ну, всё. Я думаю, это, наверное, последняя рыбка у нас на сегодня. такая вот красивая маленькая пискарюка. Будем мы собираться. Поедем жарить пискарей. Наловили мы нормально. Дособираться в дальнюю дорогу. Вот такой у нас получился небольшой тур. Не запланированный. Выехали из дома немножко порыбачить. Вернулись через три дня. Ну, что ж, бывает. Такое. С нами бывает. спасибо всем, кто досмотрел это видео. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Ой, солнце в глаза светит. И всем пока-пока. Всем пока. Пока.